О чем ты говоришь и произойдет Ну что ж, друзья, Navi Empire Битва за выход в битву за слот на Kiev Major Вот такая сложная ситуация, история Будем смотреть, это всего лишь первая карта Надеюсь, что вам и нам дота понравится А трав уже располагает Давайте потихонечку переходить к игре Или не переходить Переходить, переходить Начинается матч Не идеальная работа Нужно было, когда я в жук сделал, чтобы ты перешел Не страшно Ну что ж, поехали, поехали Хорошо, друзья, Empire уже у нас на старте перемещения Видим, Spirit пробежался, поставил вард Что касается Navi, они другой план брали На старт этой игры Они в пятером собираются вместе И по идее мы увидим смок сейчас от команды Navi И действительно, как мы предполагали, будет Венгав На этот раз в карри позиции Лиштрак будет саппортить Гостик может подставиться Он может быть уязвим сейчас Но Navi не идут выше Понятно, что они хотят подняться и обойти И с другой стороны, FN На могут встретить FN Кстати, он хорошую позицию занимает FN палит смок Но кингера просто подцепили Да, стан сверху после шака Ну и должны кингера забирать И Дэнди, да, делает ласкид Дэнди, 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 дэнди Решает не забирать баунти руну Скорее всего, оставляет ее для генерала Генерал... Почему решает не забирать ее? Не, он, я думаю, что заберет Просто я хотел бы обсудить его Слушай, у нас драка завязалась На РМена отборгивает R-Spirit Но получает оглушение от РМена РМ был тут Байкат продлевает Ну и R-Spirit погибает Не хватает одного героя И он подходит Да, Сивер тоже тут как тут И ми-пошка умирает Отличный старт Да, 2-0 для Нави на старте Это что-то с чем-то Действительно О лучшем сложно и мечтать Бивер уже подходит в миддл Несмотря на то, что Дэнди Получил себе довольно большое количество душ Все равно огур собирается прикрывать А тут врывается ми-пошка Довольно неплохо начинает пробивать Дэнди Но Бивер сразу же дает стан в инвокера Не позволяя как-то пробить Серьезная сцепа Да, параллельно на верхней линии напрягает Кентавра Да, очень сильные лайны у команды Нави Мне очень нравится Такой расклад Единственное, что да Немножечко слабовато смотрится на Сталкер Но я вижу и он против двух персонажей Спокойно получает опыт здесь на сложной линии Да, я кстати понял Зачем генерал себе взял ботинок Именно по причине того, что против него играет Джаггернаут Против Джаггера на линии этот артефакт просто мастхэв Поскольку основной урон Джаггерна наносит скрутилки Ну а мы в спид Он к лейтюре уходить Именно так В центре продолжается баталия саппортов и мидеров РМН продолжает напрягать Гостика на верхней линии Гостика пока первый левел До сих пор еще не получил второй В то время как Винга с Лешаком уже вторые с половиной На самом деле для кентавра это очень классно Кстати сейчас Гостика даже убить можно Да, со вторыми уровнями реально Если подставится немножечко кентавр Диаболики Схойно можно забрать Да, да там честно говоря даже два стана хватит Да, у кентавра отсутствует треть хп Ну и Гостик тоже это прекрасно понимает Вступает на баунти руны Сейчас скорее всего начнет фармить големов Да, я предлагаю обратить внимание нашим зрителям на ласт хит сейчас с СФ Именно то о чем мы говорили Вот если вы получаете стартовые 12 душ Вот эти с убийства Ласт хит намного удобнее, намного приятнее И 11 на 8 у Дэнди В то время как у инвокера 5-2 Ну вот опять же Помнишь ты говорил то что ФН мол Задрот И сможет Дэнди доминировать Есть другие вещи в игре Да, да, есть еще и другие факторы То есть недостаточно быть суперскилловым игроком Опять же тот же Миракл Он очень крут На мой взгляд это вообще лучший игрок в мире на данный момент Но если к нему придет два героя, а не один Он ничего не сможет сделать в этой ситуации Как бы ты не был хорош Когда твоему оппоненту помогают А тебе никто не помогает И с этим мало что можешь поделать Мне кажется Дэнди даже должен был немного пожадничать Не брать Не надо было ему брать второй шэдоу рейс На третьем левле А взять второй некромастер Чтобы продолжать стакать души И тогда у инвокера вообще будут колоссальные трудности Но с другой стороны Влад Если друг инвокер где-то психанет Подойдет, да Получит парочку шэдоу рейсов Он мог погибнуть У Бивера третий уровень Так на секундочку Есть оглушение уже и замедление Да это понятно Но видишь тоже ФН прекрасно понимает Что подходить ему не стоит Он просто уходит в лес Но пока конечно да Для Эмпайра здесь все не самым лучшим образом начинается Очень сложно И помимо всего прочего Не будем забыли У пайката Прогоняют Гостика Постоянно мешают ему У Гостика вообще не заладилось Оглушение пугает деку от Венги Подтягивает Согр Маг Но Кентавр благодаря Хуб Стомпу ходит Ну Лешак был довольно далеко Без РМНа конечно Не представляется возможным Слушай, сейчас начинается похоже веселье Генерал четвертая минута Четвертый уровень Нейт Сталкер Есть деньги на файзы Вот как-то принести бы ему эти самые файзы Сейчас уже ФН будет неприятно Но он не рада к этому Если что может вставать Да, но тем не менее Он ничего не получает абсолютно Этот инвокер сейчас Вообще ничего Да, у Нейт Сталкера столько же опыта Сколько у инвокера Он продолжает, кстати, генерал там бегать И напрягать Да, находит реген На роне, кстати, на топе Забирают тем временем Рубика Да, Кенгер решил подойти помочь Кентавру Но на него моментально набрасывается команда Нави И разрывает секунду этого Рубика И заберут вышку Нави Старт, старт Вот так игра Да, у Лешака четвертый левел И у инвокера Левел Пока У Эмпайр, конечно Дела идут Крайне плохо Особенно у ФН И насколько я знаю Этот игрок Хоть он и очень скилловый Он очень эмоциональный Да, он очень эмоциональный Это правда Здесь нельзя ни на секунду вообще Выпадать из игры Идеальная концентрация И поиск Возможных выходов из положения Постоянно Нужно об этом думать Я бы отметил еще Мипошку Он немлагословен в этой игре Терспирита Мы ничего вообще не увидели Очень классно расставили свои линии Нави То есть очень сложно где-то начать агрессировать В такой ситуации Именно так Ну и ночью Найт Сталкера Я имел ввиду про самое начало Я понимаю Я понимаю Я к тому что Он дотерпел как раз до того момента Где его очень сложно убивать У него уже есть фейзы Джаггер никак его не догонит Он еще и на развороте может подраться Кстати при желании Мне кажется Он страйк от инвокера Ультимейте Джаггера Подрался на развороте Ну да Не особо у него выходит Все-таки Джаггернаут уже Имеет шестой левел Честно скажу Незаметно Да Гостика тоже тем временем убивает Бивер кстати Обнаружил Эрв Спирит Мипошка ворует у своего оппонента Баунти Руну Здесь кстати на помощь Подходит генерал Возможно мипошка погибнет Сейчас генерал идет Искать мипошку Ну не пробежал дальше Хотя наверное стоило Подумал что наверное Уже сделать ТП от Эрв Спирит Видимо Бивер не успел дать информацию Прочекать Генерала кстати нет до сих пор Фира и это Неправильно на мой взгляд Это жадно Такая игра имеет место быть Но Это Так у нас на нападение На Эромена По вражескому лесу его нашли А тут подходят два против товарища Генерал и Бивер Огрмак и Насталкер Да генерал должен добивать Эрв Спирит Занимает позицию Занимает позицию Рулингсвалдера И проживает его Уходит Да Генерал немножечко Накосячил Ну и плюс ко всему прочему Эрв сейчас сказался Его отсутствие вернее Ага Подходит Дэнди Дэнди догоняет мипошку Перезвязает ему путь Генерал с другой стороны Да мипошку Да Как я герой Нас поймали Нет Чапи, нет, не маны и... Возможно нормально отойти. Генерал сгоняет. Оглушение по двоим и моментально погибает генерал. Империя выходит из ситуации. Империя наносит ответный удар. Чапи делает даблкил. Да. Ну, нави слишком в себя поверили. Конечно, нельзя так тоже давить. Нельзя недооценивать своего противника. Ладно, если бы это была групповая стадия, как-то можно было бы их понять, но это всё-таки матч за проход дальше. Здесь нужно быть предельно аккуратными и сконцентрированными. Ну, собственно, по этой причине Пайкат купил себе Мидас. Он не хочет рисковать. Он хочет отфармить себе много артефактов. В этой игре понимаю, что игра спокойно может затянуться, что соперник серьёзный. Так, тут Смоук, выход на Дэнди. Но Дэнди успевает забрать руну Инвиза. Есть, правда, сцентривающих игроков Empire. Дэнди погибает. Мега-кил для Чапи. Хорошая реализация Смока. Правда, на Ави тоже времени не теряют и забирают Т1 Тауэр снизу. Но Empire вряд ли уже успеет реагировать. Да, но сейчас казалось бы, что Дэнди мог бы выжить, но немножечко токус. И Империя была готова к этому эпизоду. Не, ну, опять же, хорошо, что оказался Сентри в инвентаре у игрока Empire. Правда, я не заметил, у кого именно. У Мепошки или у Кингера, но всё равно. Самым у Кингера был. Но это не супер важно. Главное, что он был, да. Всё верно. На виду дальше по нижней части. Забрав Т1 под Т2 вышку. А, прилетает Кингер. Пока что он один здесь. Маны у него половина примерно. Ромэн прожимает Диаболик. Сразу же моментально используем Ливбул команды Империя. И сами Имперцы сломали вышку вверху. Один. Да, у генерала, кстати, у него в разы стали хуже. А, они поймали генерала и забирают его. Стампили Кингер Тавра, да. Стамп был уже у Чапи. Вот кто-кто, а Чапи держится, конечно, очень хорошо в этой игре у Empire. Причём, это ещё с линии началось. У него был лучший Кривстат на карте. И сейчас он продолжает доминировать. Но! Отмечу, что благодаря Мидасу и такому же хорошему фарму, Пайкат впереди. И часто, повторюсь, мы видим, как Винга лидирует по показателям общей ценности. Да, несмотря на то, что Джаггер сделал 6 киллов, всё равно нет ворс первый у Винги. Это, кстати, классно. Ну, в том плане, что Пайкат действительно очень мудрое решение принимает. Я возьму это как трибют. Хейст! Я думаю, что это во многом решит исход игры. Конечно, я не уверен, что Навик победят, но... Но, нет, согласись, согласись, это очень важный эпизод. Да, да. То, что Мидасу очень плохо фармит просто. Именно, именно так. И чтобы не отставать по фарму от Джаггера, Мидас очень и очень кстати. Был куплен. Вот Генерал только получает 6 левел на 10 минуте. А ФН только получает Мидас на 11 минуте, да. Но это не так плохо, с учетом того, какое у него было начало, да. И какой лейнинг. Опять же, два асиста получил ФН, не погибал. И фармил как мог. И сейчас потихонечку возвращаться в игру. Да, он на самом деле молодец. Несмотря на то, что очень сложная была ситуация. Он вышел из нее с высокоподнятой головой. Ни разу не умер. Опять же, находил себе где-то самый фарм. Нави на Рошана идут, похоже. Угу. Ну да, Венга с СФом могут довольно рано его убивать. Есть и Аура минус Армора, и ВФ в Террор. Блэдсоум и пайкаты имеются тоже в наличии. Подошел Угармак потанчится. Ага, сам строится. И трайк, этот локер сейчас проверит ситуацию, но не успеет, похоже. Им Амбайр. Энваража. Ну да, да. Просто три героя находятся на нижней линии. Пайкат забирает себя и едет. Вот что будут делать нами? Защищать Т1 вышку внизу, или пойдут сами пушить? Похоже, пойдут сами. Я думаю, что лучше пушить им сами, да. И они еще могут и отдефать нижние тауры, и сразу же пойти на Т2 снизу. Проколельно заплатив вражеские лечи. Эмпайр только подошли к Тауэру. А можно пойти на Т2 в центре. Ну или так, но мне кажется, что Резон не было бы за дефорту. Генерал, в подтверждении моим словам, делает телепорт на Т2 Тауэр. Следом за ним телепортируется и Бивер. У меня остальные игроки на Na'Vi перетягиваются. Кстати, мипошку могли бы обнаружить, но мипошка грамотно делает телепорт. Пока никто его не нашел. Кат так мимо проходил. Он был... Ну мне кажется, что Na'Vi нужно сохранять темп игры. Правда, вот единственное, что плохо для Na'Vi. Ага, тут ультимейт. Дэнди нашли. И Дэнди никуда уже не везет. Хорошо забирал мипошку, поддержал Чапи. И Кетсик к Чапи. 7-0 на джаггернауте. 0-7 на тускали, только 7-0 на джаггернауте. Примерно так же. Да, но пока не чувствуется прям вот жесткого перевеса. Стороны джаггернаута, ну со стороны импайр в целом. Несмотря на то, что да, джаггер сделал 7 киллов. Оверфарма как такового у него нет. Мы видим, что у Винге и по-прежнему топ-1 нетворс. Да и Дэнди там не сильно отстает от того же самого джаггера. И по-прежнему опережает инвокера. Na'Vi в принципе контролирует ход игры. Я согласен полностью. Никакого преимущества сейчас нет у Империи. Но и у Na'Vi такого весомого преимущества не имеется. Ситуация 50 на 50, на мой взгляд. Котово вышку пушит команда Empire на верхней линии. Перетягивается Na'Vi. Причем забрали 2 они сами. Костик. Хорошая инициация на на Сталкера через даггер. И хувстомп не позволяет убить генерала. Но генерал слишком много конечно сыграл. Согласен, но с другой стороны... Возможно он ожидал поддержку от своей команды. Но с другой стороны все равно вышку то не забрали Empire. Да, убийство совершили. Да, хорошо. Но Na'Vi по макро моменту выигрывают. Потому что они тут два внизу сломали. И тут два вверху не потеряли. Да, да. Empire забрали всего два таура. В то время как Na'Vi забрали уже четыре. И Na'Vi по-прежнему могут продолжать. Смотри-ка будет свап и очень быстро реагирует FN. Он моментально нажимает Invis. Na'Vi сразу же входит. Понимает, что тоже рискованно оставаться на нижней линии. И уходит в middle. Но здесь они должны продолжать пушить. Потому что у PyCat'а по-прежнему есть Aegis. Кстати, тайминг нам плохо было бы узнать. Не помню на какой минуте убивали Roshan. Но по-моему довольно скоро. Почему не записал, Влад? На нашей команде ты должен записывать тайминг. Хорошо. Это ошибка, конечно, безусловно. Ошибка. Я как капитан этого корабля. Т2 просто меня не быстро падает у ребят из Empire. Смотри-ка. По всему заход на FN. А почему бы нет? Руна 2 на урона у Венги. Время еще какое-то действует. Плюс есть Aegis. То, что нужно у Na'Vi, чтобы Т3 сломать, имеется. И тем более, посмотри, Shigernaut еще не рядом. Не близко к команде даже Empire. И вышку бы не мешало добить сейчас. РМН включает Диаболики дико. Не подключает. Не подключает. Подключает карату. Хорошо, пошел! Его разорвали. Да, его просто за секунду убивают. Но по-прежнему есть Aegis у Пайхата. Мне кажется, стоит его сейчас просто разменять уже. Потому что он в скором времени упадет. Хотя дает урну минерал. Ну, Костик готов к инициации. Костик прыгает по РМН. Но он становится немножечко вне позиции. И следное оглушение по тавру. По-моему, у Na'Vi пора отходить. Да, сейчас уже пора. Подъем уже был лишним. Сейчас уже пора. Но все равно. Упал Т3 Tower. Почти упал ранжовый барак. И это дает доступ. Это дает доступ. Святыня, между прочим. Да. То есть Na'Vi сейчас могут перегруппироваться. Зафармить полностью весь свой лес. Единицы в Смаке. Пойти, может быть, сделать где-то выпад. Лишний килл. Забрать святыню. И, опять же, увеличить свое преимущество по деньгам. Я возьму это как трибут. Да уж. Красиво. Красиво пока что все делает. Да, несмотря на то, что Empire лидирует по фрагам. Конечно, по макро игре пока ведут Na'Vi. И довольно уверенно. Дэнди поймали, по-моему. Ай-яй-яй. Вот это хороший фраг. Это очень хороший фраг. И байкат делает свап. Пытается Кентавр разобрать. Кентавр очень плотный. Теряет Аегис венга. Но Кентавр погибает. Был прав байкат. Нормальный размен. Чапи поймали. Ага. Перепление. Чапи прожимает бейкат Юрий и бежать. Свап нет. Свап на кулдауне. К сожалению, телепорт сбить не получится. Чапи улетает. Улетает. Но... Да, конечно, замедлили вот этим фрагом Эмпайр темп Na'Vi. Но... Все равно... Байкат, конечно, просто красавчик. Вот этот свап под стан Кентавра великолепный. Еще помимо всего прочего, байкат красавчик благодаря тому, что собрал битас. Я еще раз повторюсь, мы такое видим крайне редко. И мне кажется, что это решение будет ключевым для Na'Vi в итоге. Да, потому что до сих пор байкат находится на первой строчке по Нетворсу. Да, именно так. Сейчас, кстати, он с Шадоу Блейдом уже, если что. И еще. Важно. То, что Шадоу Блейд в последующем превратится в Силдер Эдж. Как против Кентавра, так и против Джаггера. Вещь очень эффективная. В особенности против Джаггернаута, конечно же. Дать по Джаггернауту вот этот дебаф неприятнейший, который он спелловал. И срезать по себе урон, в первую очередь, если будет драка один на один, например, с Джаггером. Кассивочку ему срезать тоже очень приятно. Ну да, в драке просто Джаггеру очень тяжело в такой ситуации. Да, да, да. Даже если он начинает крутиться, венга его очень сильно пробивает с руки. Если он ультит, то он не может кого-то убить с этого ультимейта. И обычно Сильвер Эдж собирал бы, например, СФ, но понимает прекрасно команда Нави, что СФу Кровь Износу нужно бы КБ иметь как можно скорее. Поэтому вот так рассмотрели ресурсы Нави, и они правы в этой ситуации на все 100. Ну как, я, конечно, не очень поддерживаю покупку. Сильвер Эджа? Да, и вот, кстати, Пайкат, судя по всему, тоже. Он решил остановиться на Шэдоу Блэйде. Просто как вот артефакт такой для дополнительной инициации. Ну и, в принципе, атакси дэминж. То есть полезные статы дает для венги. Но уходит Шэдоу Блэйд Пайкат. То есть ты считаешь, что как кипайкат, пожалуй, что лучше взять сейчас БКБ еще одну для команды? Ну конечно, он просто очень укрепится, и убивать такую венгу будет нереально сложно для команды Empire. Пожалуй, пожалуй. Нави побеждают 57% игр, в которых забирают Vengeful Spirit. Хорошая статистика. Да, но все-таки Венгай – это такой персонаж, который присутствует и может появиться, да, и на core позиции, и на саппорте. То есть статистика тут не особо помогает делать выводы. Конечно, это хорошо, лишние циферки там, лишняя информация, но здесь я не думаю, что она особо полезна. Кстати, у генерала тоже уже появился Middas и появился Point Booster. Тем временем, опять же, хороший выбор, потому что в начале игры у него, конечно, очень все плохо было. А вот Middas позволит компенсировать со временем все эти потери. Ну и поспоришь. Ну что ж, видимо, Нави потихонечку собирается. Сами агрессии уже вместе, под смоком. Кстати, только, по-моему, SF и Vengeance. Как важно, мне кажется, какой-то даже байт, может быть, будет. А может, просто выход в сторону Roshan. Кстати, узнаем сейчас, когда Roshan появляется. Через 2 минуты 40 секунд. Ну да, немало, немало. Времени еще нужно терпеть команде Нави немножечко. Да, Empire занимает хорошую позицию. А тут есть кентавр-разведчик. Он, конечно, кентавр-захватчик, но он кентавр-разведчик. Смотри, и решили Empire заганнуть этого тавра. Ну, это единственный для них, конечно, сейчас был вариант. Хоть что-то сделать, потому что они тратят довольно много времени, находясь сейчас на святыне. Но хотят, очевидно, принять драку в этой области, чтобы иметь преимущество над Нави. Потому что у Нави, конечно, сейчас все очень уж классно. Да, ну, мне нравится то, что у FN все очень стабильно сейчас тоже по игре. Налаживается. С ганимом, там скоро с даггером будет. Да, потихонечку. Конечно, медленнее, чем обычно. Это может делать инмокер, но FN свое выносит. Это очень важно. Ну, и по опыту он реабилитировался в каждом. Так, у него есть почти 15-й левел. Ну, и там дальше уже начнется прям получение опыта молниеносно, если он не будет брать FSP. Ну, я думаю, что... Да, я думаю, что здесь нужно брать опыт, потому что игра такая довольно натянутая. Если ты доминируешь, конечно, ты можешь себе позволить взять второго форжа, но здесь... ...деленно... ...процентный бонус на экспы, это выход из положений. Ну, Na'Vi продолжает зачищать собственный лес. Опять же, выфармливает пайка DoubleStack Ancient. И близится уже к БКБ. Я бы еще отметил одного товарища в этой игре. Ромэн. Да, у него, кстати, тоже неплохой фарм. Тот самый неоднозначный товарищ, о котором много кто говорит сейчас. Всегда, как я уже отмечал, на герое под названием Лишрак, он имеет фарм. Всегда. Вот все игры, которые вы откроете, без исключения, там у него был хороший фарм. Бладстоун появляется у него на 21-ой минуте. Именно. Именно так. Опять же, в критической ситуации он может даже поражать Бладстоун, засуетить себя. И команду подлечить. Но дать большое количество хила, да, для SF и венги. Ну, он может там прокастоваться, потратить силы. Да, еще. Еще немножечко эзотов важных, да. Кстати, у нас последняя драки, возможно. Говорим, Угрмага поймали. Тут драки не получается. Выходит только избиение Угрмага. Чапи зарабатывает себе год лайк. Но по фарму у него не так уж и круто. Слушай, ультимейт от Кентавра. И тут вопрос, что это было случайно или это какой-то план был? Похоже, что случайно. Ну да, ни на кого не хотели нападать. Знаешь, что может быть? Возможно, боялись, что на ФН нападут. Не знаю, фаркан был вверху в тот момент. А, и вышел Найтсталкер, наверное, закричал. Да, да, да. Парни, спасите. Я подозреваю, что именно так не произошло. Ну и появился Угрмаг. К нами заходят на Рошана. Империя, по-моему, не в позиции, чтобы навязывать сейчас драку на Рошане. Далековато находится инвокер. А, нет, смотри-ка, в смоке уже пробегает. Тут генерал выходит. Отличный стан от Кентавра. Аегис по-прежнему, по-моему, лежит. Да, и борвует Аегис. Гостик. Очень неприятно для Na'Vi сейчас, конечно. Дает прокаст инвокер. Погибает ливер. Пайкат остается в Рошпите. Погибает антидер ультимейт. Но он остается, по сути, один здесь. Его должны забирать Na'Vi. Ужасно дерутся в этом моменте. И как же классно сыграл Гостик. Буквально-таки памятник поставить в этот момент. Да, отличный шанс в троих. И силы Аегиса решают все драки. Na'Vi теряет трех персонажей. В то время как Fire потеряли всего одного рубика. Ну и Аегис. И если мы вспомним, как раньше Na'Vi держали позицию у Рошана в матче против Испири. В том же, когда Огрмак ходил на возвышенность. Сейчас генерал попытался напасть, но Гостик оказался впервые. Он был проворнее, да. И нужно было, возможно, что-то чаще это делать. Либо же повременить убийством Рошана. В итоге Na'Vi отдают сейчас неплохую драку для команды Empire. Empire большие молодцы. Да, и теряют свое преимущество. Игра возвращается на круги своя. Я думаю, что сейчас все довольно ровно для обеих команд. Все будет зависеть непосредственно от тимфайта. Ну правда, БКБ появляется у Пайката. По драке... Насколько я помню, его еще не было. Даже если и было, то он его не прожал. Ну да, да. По-прежнему оно 10 секунд. Не хватало явно того БКБ. Посмотри, как поднимается команда Empire тоже с этой драки. Появляется Defusal Blade у Джиггераута. Приобретает Даггер себе Air Spirit. Который, по сути, ничего. И Кентавр почти с агонима. Остается всего 40 золота. То по графикам произошло. Давайте тоже обратим внимание. Уже почти достигло 10 тысяч преимущества у команды Na'Vi. Как за последнюю драку они полностью его растеряли, верно подметил Влад. Но смотри, Na'Vi это не особо останавливает. Они собираются на верхней линии втроем. Подпушивают ее. Возможно, попытаются два даже забрать. В то время как их оппонент внизу находится. Кентавр с агонимом. Прищественную силу из команды Empire за последние минуты. Бравиантова Товер подстреляет. Да, Na'Vi конечно себя очень сильно подставили. Но я думаю, что еще не все потеряно. Абсолютно. По-прежнему у них очень сильный сетап. Но у Empire два очень сильных героя основной позиции. Что Джиггернаут, что теймбокер очень опасные. Господа, идут дальше Empire. Забрали Т1. Джаггер идет вперед. Джаггера оглушили. Попытаются. Кентавр. Какая же контрактивация от Кентавра. Два БКП поднимает стэнди и пайкат. Джиггернатор застился. Еще раз прыгает гостик. Но Джаггера нужно добить все-таки. Джаггер прожал. Он доставил свап от Генги, чтобы наконец-то справили. Джиггернаут. Бивер, правда, забирает стрик. Не самый лучший герой. Телефон от Генгара. Генерал. Ёй, какой точный санстрайк от Фэна. Но не получается забрать. Лишака. И... Ну, здесь определенно. Нави молодцы. Очень хорошие. Слишком опрометчиво пошел Джиггернаут под вышку. Ну, не успел среагировать. Он хотел, да. У него и Манта, и в Лейдфьюри он хотел среагировать. Скорее ошибка от Чапи. Ну, так ошибаться, конечно, нельзя. С учетом того, что у тебя есть стрик Гуайк. Когда ты его отдаешь, конечно, очень много денег даришь своим оппонентам. Поймали Роспитер. Поймали Роспитер. Поймали Роспитер. Поймали Роспитер. Поймали Роспитер. Ну, совсем не ожидал мипошка подобного поворота. Это было нагло. За такое можно даже наказать иногда. Но просто не в позиции были. Эмпарь это сделалась. Ну, да, два героя еще были в таверне тоже на тот момент. Ну, классно. Все делает пайкат и идут на... Я говорю, пайкат в этой игре даже, наверное, сам на себя не похож. Потому что обычно пайкат там не сильно уделяется у команды NAVY. Здесь пайкат как будто на горбу, знаешь. Паскивает. В одну руку ЭРМЭНа, да? На одну руку ЭРМЭНа, да? На одну руку ЭРМЭНа посадил, на другую всех остальных. Ну, там, в принципе, как раз для баланса, чтобы так получилось. Ну, просто Beaver и Dendy, они такие не особо крупные ребята. Нет, на этой карте просто очень выделяется пайкат своей игрой. Действительно, вот, мудрые решения принимает. Ну, не зря, да, этого игрока взяли. Он очень опытный. Он и в драфте помогает NAVY, он помогает и в игре по решениям. Сам, мы видим, иногда способен принимать важные, жизненно важные решения для коллектива NAVY. SilverRash в байкатах. Часто ты видишь такой нафармливый Вингвук в 25-минуте? Я лично очень редко. Нет, нет, определённо Мидас очень сильно решил в этой игре. Кенгара видят. Кенгар хотел поставить вард, но был замечен. И не убит. Кстати, хорошо прыгает тот кентавер. По двуму оглушения, генерал и Виверт. Поставаливаются. И Кенгар на 10 хп выживает. Пошёл в драку. Пайкат и свап. Мне кажется, свап стоило давать. Артам Гопостик вновь в позицию. Врываться Гопостик прыгает немножечко неточно. Пайкат по хп прожимает вперёд Чапи. Оглушение от Ромена очень точное. И забирают джиггернаута. Красавчик Ромен. Очень классно. Свап от пайката подозрел. И... Мипошка очень хорошо сыграл в этом эпизоде. Оттолкнул Ромена, чтобы не получить оглушение. И сделал Роллинг Балдер телепорт вместе с ним. Отлично сыграно Эр Спиритом. Ну, мне кажется, здесь размен даже в пользу Нави. Несмотря на то, что да, они потеряли саппорта и оффлейнера. Убить в хардкерре оппонента это очень важно. Который был до недавних времён самым напараллельным героем команды Эмпайр. Так что, пожалуй, я с тобой соглашусь. Тем более вот эти смерти... Ну и в такой ситуации. Тем более, когда у тебя всего три героя живых. Их застали врасплох, да. В то время как пятеро оппонентов живы. И вы делаете такой хороший фраг, это достойно похвалы. Так, генерал в инвизе. Замечает Кенгера, поскольку у него уже есть аганимы. Убивают Кенгера довольно быстро. Ну да, вот только он умирает. Но у него шансов никаких абсолютно не было. Мог, конечно, опять ульт поражать Кентавра. Знаешь, в предыдущем эпизоде мне тоже казалось, что у них шансов никаких нет выжить. У РМНа я имею ввиду, конечно же. Но Стампид спас. 10 хп осталось в предыдущем эпизоде. Да, у Кенгера. Но Стампид Кентавра реально спас. А здесь уже никто не спасет его, конечно же. Сейчас, кстати, заметил от лепарующегося эрспирита генерал. Но просто немножечко не успевал. Хорошо, конечно, вот так ловить тоже под ночной видимостью. РМН, кстати, тоже хороший выбор делает. Он хочет прикупить себе Солар Крест. Солар Крест очень классно смотрится. И в связи с тем, что есть уже минус армор у команды Navi, что его только дополнит. Либо же броня на саму Лешаке. В оборону или на Лешака, либо же на своего союзного героя. Ну или на тиммейта. Да, против Джаггера, у которого никакого МКБ и нет ни паха. Я возьму это как трибют. Все верно. Нави объединяются власти мид линии. Ну, пушить не знаю, захотят ли они. РМН атака вверху. Хорошая торнадо. РМН потратил оглушение. Есть полснэп. ФН отгоняет РМН. РМН тут по идее никуда не денется. Еще и Бурьера кольца подрезал. Сам драйк также выдает ФН. И это минус РМН. РМН был отрезан от команды. Он оставался сам на верхней линии. Поймали, кстати, Кентавра. Генерал атакует. Есть Сайленс. Хорошо врывается Эрспирит. Контр-инициация от Мипошки была своевременная. Байкат БКБ оброжал. Дал оглушение Кентавру. Еще одно оглушение от Угрмага. Кентавра все-таки домучили. Но Нави находится в опасной позиции. И это БКБ, напоминаю, у Венги. Поймали Угрмага. Вновь классное оглушение от Эрспирита. По идее погибает Угрмаг. Погибает и байкат. Хорошо сыграла команда Эмпайр. Благодаря этому старту убисывали широка. И потом, по следующим агрессивным действиям Нави, Эмпайр выигрывает драку и скоро появится Рошан. Очень круто. Ну и стан тоже был просто феноменальный, конечно, от Мипошки. Эрспирит дважды причем. Дважды. В начале при инициации по троим получился. Второй раз по двоим. Круто сыграл Мипошка. Если даже можно показать нам реплей, было бы замечательно. Надеюсь, он у нас будет. Потому что такой стан хочется пересматривать раз за разом, мне кажется. Да, ну слушай. У нас качели. Качели в игре. Не все так просто для Нави. И молодцы, Эмпайр. Классно держится, ребята. Он, кстати, ходит на первую строчку по нетворстам. У него 6-0-8. Ни разу не погиб игрок команды Эмпайр. Ну и пока да. Он оправдывает наши прогнозы насчет него. Несмотря на то... Да, вот тут классно вошел Эрспирит. И сейчас будет вновь, когда тут добьют Кентавра. В эпизоде. Свап пинги. БКБ заканчивается. Будет команда на Нави. Но они... Они закрыты получились. Видишь, с трех сторон их атаковали. И прыгнул. Да, и цепь на базе. На что они рассчитывали. Мало того, что в меньшинстве, так еще и... Ну, конечно... Не в самой удобной части. Да, да. Не будем их плеймить. Тоже ошибки случаются. Но... Тут скорее вопросы просто возникают к самому Эрмену. Который остался один на верхней линии. Причем, команда была в центре в тот момент. Возможно, хотели подбайтить каракта на него. Ну, точнее, он хотел отпушить мини. Кстати, из Эмпайра забирает Рошана. Он дает у него сам страйк. Рошан уже третий. Конкретно к Рошану Нави не успеют. После Рошана можно подраться при желании. Но, мне кажется, это очень опасное действие. Цап от Винги был. Интересно, кстати, механика с пробоком. Да, странновато. Но классно! Входит драк в гости. Кокушение по троим персонажам. Чапи прокрутился. Чуть было не убил Угрмага. Но Угрмага добьет ЭП. Все в порядке. Теряет Аеги с команды Эмпар. Теряют также Рубика. Появляется Шитернаут. СФ заканчивается ПКБ. У него моментально эстирают. Прыгает снова Гентавр под Байкин. И туда же был Мипошка. Как же хорошо играет гостик Мипошка в последние минуты для команды Эмпайр. Шрак делает динай. Но команда Нави повержена в очередной драке. Эмпайр. Красная работа. Эмпайр пока отыгрывает просто восхитительно. Особенно как ты стал Мипошка и гостик. Очень много делают для своей команды. На самом деле вот эти станы это самое важное. Что ты можешь сделать в тимфайте. Потому что ты позволяешь своим тиммейкам по сути просто Райт кликать или кидать спулы в бочку. Ну то есть тебе не нужно там стараться как-то прицели. Инвокеру очень удобно в первую очередь. Да, да. Инвокеру, да и джагеру тоже. Всегда приятно джагеру, когда он может просто райт кликать. Когда он не вынужден там нажимать Блэйт Фьюри, чтобы засейвиться от каких-то спулов. Мы не всегда будем откровенные Нави успевали бы кб прожимать в определенных моментах от инсайдов. Ломают бараки Эмпайр на верхней линии. Еще 10 секунд до Винге и 5 до СФ. Спокойно Эмпайр должен обходить. Просто отлично проводят последние 5-7 минут парни из Тим Эмпайр. Он началось сюда вот с этого Рошана, конечно, неудачного для команды Нави. Сложно сказать. Мне кажется, даже эпизод, который был с участием Армена, наверное, не больше повлиял в итоге на исход. Ну да. Тут нельзя сказать, что даже одна драка какая-то. Каждый, каждый. Все файты. Понимаешь, из каждого эпизода вытекал следующий. То есть то, что началось, повлекло за собой остальные эпизоды. Все нормально. Так, по идее, случается иногда. И тут уже, понимаешь, начинает немножечко проигрывать команда Нави с точки зрения того, что у них коры, мы говорим о Винге, может быть немножечко даже слабее, чем коры команды Эмпайр. Сложно мне судить, но под бафом, который дает Кентавр, это уж точно. Поимпомали, кстати, Угрмага. Угрмага забирают. Главное остальные не остаться, потому что... Еще одна такая смерть, и Нави, похоже, игру просто отдадут. Да. Кентавр еще и БКБ появляется. Он не пошел. Они уже очень близки, на самом деле, к этому. Кентавр не пошел. В рефрешер сразу он сначала. Ну я думаю, что после БКБ он должен именно рефрешер себе покупать. Вайкат с дабл демеджем во вражеском лицу. Вроде бы найдет сейчас мейпошку. Да, мейпошку должны очень быстро убивать. Хотя ультимейт Кентавра позволяет Распириту выжить. И продолжится литрация. Ультимейт от Дэнди БКБ, ну... А, нет, не сбивает. Не прожал БКБ. Ай-яй-яй. Да, Дэнди убивает. Империя вновь хорошо дерется. И не очень хорошо все получается у команды Нави. В первый раз мы вынуждены это констатировать. 26-15 становится счет. Империя явно захватила преимущество. Если включить графики, можно немножечко ошалеть. 10 тысяч преимущество было у команды Нави. И сейчас все это преимущество отыграно. И потихонечку Империя сама движется к преимуществу в 10 тысяч золота. Шикарный камбэк получился. Команда Эмпайра. Да, ну... В этой игре, конечно, Эмпайры восхищают своими тимфайтами. А сейчас драться команде Нави вообще невозможно. У них БКБ уже не длительные. И посмотри, что происходит с инвокером, у которого уже к Тевинкору. У которого уже талант на минус 18 секунд торнадо кулдауна. Да, 25 левел у инвокера. 9 секунд время восстановления кулдауна. Это не то, что неприятно. В драках это настолько напрягает, настолько достает. Это наряду с тем, что Кентавр сейчас ужасно просто выглядит для Нави. Понимаешь, вот сейчас, казалось бы, Нави атаковали Эр Спирита, а несли в него тьму урона на старте этой инициации. Но один ультимейт Кентавра просто спас. Там буквально у него оставалось процентов 15 кп. Ну, 20 процентов, наверное, да, скорее. Может 30, пускай, не суть важно. Но главное, что ультимейт Кентавра весь урон в последующий нивилировал и просто убежал от Эр Спирита. Это, конечно, больно. Да, это поражительно с учётом того, что у Нави-то не так уж и мало урона. Да. Ну, вот это тот самый Кентавр, который вносит дисбаланс в игру, о котором мы с тобой говорили ещё на стадии драфта. Не знаю, всё-таки Нави, конечно, не стоило так размениваться. У них драфт очень опасный просто. Ну вот представь, если бы у них был Кентавр вместо Найт Сталкера, а у Эмпайр, в свою очередь, вместо Кентавра был бы какой-то другой герой. Может быть там, я не знаю, Никс Ассасин. Знаешь, мне даже кажется, что вот если посмотреть на драфты вот эти сейчас, то у Нави всё было несплохо даже учитывая эти драфты. Просто драфт команды Нави позволяет им особо ошибаться. Вот это одна, пожалуй, проблема. А инициации нет нормальной у Нави. Понимаешь, у них есть только одна венга. Смотри, что себе ФН приобрёл. Трфляй на инвокере. Угу. Ну, кстати, это очень крутое решение в данной ситуации, но редко мы это видим, конечно. Поймали Угрмагов, но Сигер представляет, в котором мы безводят. Кто его ФН убьёт? Да, а порталентно в драфт входит очень здорово Миктошка. У тиммейтеров Шектернаута Пайка отмапает себя с генералом, чтобы выжить. Но один генерал получает окружение. Вот Кентавр и прокаст у Бокера туда же погибает два героя команды Нави. Своих двоих, команда Эмпайр. Погоня за Дэнди, он пока что БКБ его не взять. Ставит стенку ФН. РМН погибнет после этого прокаста. Но Дюнается, кстати. Приземлению. Все равно погибает. Потеряли трех персонажей Нави, но остаются два кора в живых. Правда Эмпайр нисколечки не останавливает. Чапи заходит на хайграунд и начинает активно пробивать Т3. Т3 падает. Пытается что-то изменить пайкат. Но я думаю, что Эмпайр здесь вряд ли остановить. Да, лак на Чапи очень быстро. Бараки. Байкат Фэнда под вышку. Роглушение. Но сам байкат может в этом процессе погибнуть. Прилетает Угурмак. Угурмак помощник. Троечку будем искровенны. Торнадо от Фэна. Телепорт делает джагернат. Да и свапа у Байката не было. Торнадо, конечно, был очень близок к тому, чтобы убить Вингу. Промахивается, правда, с Санстрайком. Да и неважно это все абсолютно. Самое-то главное, что Эмпайр забирают две стороны уже. И Эмпайр, похоже, эту игру отдавать не собираются. Да я думаю, что уже вряд ли отдадут. Все-таки Инвокер в 6 лото. Также Джаггер уже близок к покупке Баттерпля. И пока в драках, опять же, Na'Vi не могут ничего противопоставить. Это ультимейт Кентавра. Все отожженные коры команды Эмпайр. Ну и по контролю. Опять же, Earth Spirit обеспечивает очень много контроля для своей команды. В то время как Лешак, да, он в каких-то эпизодах выдавал неплохие станы. Но вот конкретно в такой стычке лобовой 5 на 5, сейчас он, мы видим, что вообще ничего не может сделать. Да, есть такой РММ. Его очень быстро разобревают. Собственно, его гормага. А одного стана от Инги не даст, потому что он точечный. Да, есть определенно проблемы, и они очень серьезные для команды Na'Vi. Эмпайр. Ломать последнюю оставшуюся сторону. Пэн. Поймал Дэнди. Довольно рад. Работает Гозди туда же, Дэнди. Свап у Винги спасает. Ситуации мидера команды Na'Vi. Чапи входит в раку. Чапи по своей тюре просто ломает вышечку понемногу. Понимает, что он долго задерживаться не стоит. Нет свапа у Винги, об этом знают. Это приятно. Какое-то время. Достаточно привольно вычислить команда Эмпайр. Свап – это воровый. Свап – это вруби Кабел. И не Дэнди забирает благодаря этому свапу. Байкапу КБ прожимает, но он дерется с Беном. И Бен при этом выигрывает драку. Чапи пошел убивать Нейт Сталкера. Тоже это сделать не удается. Минус Нейт Сталкер. Теряет гем команда Na'Vi. С байкапа Дэнди пошел в драку. Пока никого убить не удается. Чапи прожимает, попытает убежать. И вновь прыжок от Кентавра и Эр Спирита. Шикарная работа третьей и четвертой позиции команды Эмпайр. Соответственно, Na'Vi эту игру, похоже, уже не выиграть. Эмпайр слишком сильный. Байкап пишет гудгейм. И Эмпайр побеждает на первой карте. Прекрасно. Да, превосходно отыгрывает. Ребята, если ему... Все-таки, хоть драфт у Na'Vi и агрессивный, и был там момент, да, где они зашли в middle, где-то в минуте на 15-ой, довольно рано. Но мне кажется, им и нужно было...